Яблоки тяжелые, поэтому она может не выдержать, поэтому оставили два. Одно сорвал я, вам показал в прямом эфире в прошлый раз, я его съел. А второе ждет Алексея, когда он будет в сентябре в Экотехнопарке. Надеюсь, это яблоко его дождется. Потом мы еще ездили в субботу. В субботу у нас тоже было мероприятие, связанное с авиашоу, куда нас пригласили наши друзья-скайдайверы, это парашютисты. Они устанавливали рекорд Белоруссии. С этого же вертолета, который протянул Кирилл Шинко, они выпрыгнули и планировали установить рекорд Белоруссии в формацию 40 человек парашютистов, но пока им удалось только 30. Но тем не менее, это все равно рекорд Белоруссии. И мы с ними договорились, что следующий рекорд, и вообще прыжки они будут уже делать в брендированных майках Skyway, для того, чтобы быть... Естественно, друзья, что это безвозмездная помощь. Мы друг другу помогаем сейчас как партнеры. То есть мы популяризируем, показываем, что мы поддерживаем скайдайверов, спорт, активный образ жизни. А они поддерживают технологию Skyway, потому что всем они скайдайверы, мы скайвейвцы, поэтому все нас связывает, объединяет через небо. И после этого, это был субботний день, выходной, вот, во второй половине, где-то в 15 часов, мы поехали опять в Экотехнопарк, потому что запланирован был приход 15 миксеров, которые возили бетон, и началась заливка там и фундамента, именно под офисное здание, и фундамента уже под первую опору уже технологической трассы, то есть которая будет демонстрировать перевозку руды и угля. Это тоже начало демонстрации технологий. То есть все эти работы ведутся параллельно. И, соответственно, еще, так как Юницкий просто заядлиший, такой азартный рыбак, и он даже из пожарного пруда в Экотехнопарке сделал, то есть туда запустили рыбу, и, соответственно, мы еще половили рыбу и поймали три карпа, из которых потом варили уху, и там же и обедали, и ужинали на полигоне. То есть это так совмещение работы с отдыхом, а в воскресенье мы уже с Виктором и с Кириллом по своей программе там у нас был ряд встреч, а Анатолий Говарч прямо с утра до вечера, просто я это могу сказать свидетель, он чертил и создавал уже новые образцы по путевой структуре, потому что время сейчас очень сжато, идет уже монтаж, строительство, и надо постоянно выдавать новые рабочие чертежи для инженеров, и этот процесс идет постоянно и непрерывно. Поэтому у Леницкого просто нет даже секунды времени, и я просто поражаюсь, как он еще умудряется выделять время и на журналистов, и на демонстрацию Экотехнопарка, потому что постоянная инженерная работа, которая идет, она требует его постоянного присутствия. Но это, друзья, вот как раз могу четко сказать, что работа идет практически круглосуточно, вот, и на Экотехнопарке, и в конструкторском бюро, и где изготавливается подвижной состав, потому что сроки очень жесткие. Так, если презентация SkyWay, у тебя они, опять же, со стороны больших фондов идут, то будет политика SkyWay в дальнейшем. Это Анатолий задает вопрос. Ну, давайте к этому вопросу подойдем своим чередом. Вот, поэтому сейчас у нас, друзья, два важнейших события, которые сейчас нас ожидают. Это презентация технологии мировой, скажем так, элити инженерной, которая следит за развитием концепции в сфере транспорта. Вот, это Берлинский инотранс, то есть выставка инноваций в сфере транспорта, куда нас пригласили именно как технологию, которая претендует на лидерство в направлении именно транспортных коммуникаций. Туда пригласили помимо нас и Илона Маска с Hyperloop, и электромобили Mitsubishi, и еще там, в общем, там много-много, там целый список, если на сайте зайдете, там будет очень много новинок, которые показывают концепт развития транспорта. И, естественно, мы также туда планируемся, и уже в полном ходе идет изготовление и Unibike, который покажет концепт движения именно с точки зрения уже велоэлектромобитных приводов. И Unibus уже, который сейчас рассчитан на скорость до 150 км в час, а в дальнейшем он выйдет уже на пределы скорости 300 км, потом 400, потом 500. И здесь очень интересная цифра, друзья, которую я услышал прямо вот от Юницкого, когда мы были в Экотехнопарке, и демонстрировалась уже трасса Unibike, то есть уже смонтированная, и сейчас идет заливка изготовления анкерных опор, все промежуточные опоры стоят, сейчас идет в цехах изготовление путевой структуры, вот, и еще и с самим Unibike. Так вот, друзья, цифра, которую озвучил Юницкий, он говорил, что вот этих Unibike через какое-то время будет, ну, допустим, там миллиард штук, потому что это такая же востребованная вещь, как сегодня смартфон. Сегодня смартфонов уже перевалило за полтора миллиарда, а по анализу через пять лет у нас будет около трех миллиардов уже смартфонов, смартфонов, ну, как, поэтому фактически это все активное население Земли. Так вот, Unibike также будут входить в нашу жизнь, будут распространяться. Так вот, друзья, когда на Земле будет миллиард Unibike, то есть каждый будет перемещаться, то энергия, которую будут вырабатывать те, кто будут на них ездить, то есть электрическая энергия, будет сопоставима с энергией, которую необходимо выработать 45-ти атомным станциям типа Чернобыльской АЭС. Вот, то есть, понимаете, да, насколько это колоссальная энергия. То есть сегодня люди питаются очень плотно, потом не знают, что делать с лишним весом, не знают, не могут заниматься спортом, потому что нет возможности. Вот, а кто ходит заниматься фитнесом, тот еще тягает эти железяки или крутит педали для того, чтобы сначала съел, а потом сжечь калории. Так вот, друзья, технология Transnet, которая будет перемещаться сначала миллионы, потом сотни миллионов, потом миллиарды Unibike, так вот, друзья, она позволит и заниматься фитнесом, и вырабатывать эту электроэнергию, и вдумайтесь в порядок или масштаб цифр, что когда будет перемещаться миллиард Unibus, то энергии, которые люди будут сами вырабатывать со средней скоростью 60 км в час, а Unibike будет на велотяге перемещаться со скоростью 60 км в час, а вообще у него предел скорости до 150 км в час. Соответственно, это выработка электроэнергии, которая будет уже не то, что на возобновляемых источниках, а это будет сразу несколько решаемых задач. То есть сегодня большинство цивилизованного мира, большинство цивилизованных людей сегодня недополучают физическую нагрузку, потому что сидим в кресле, потом сидим в машине, потом сидим у компьютера, где-то в офисе на переговорах, и в основном мы сидим и мало двигаемся. При этом мобильность большая, то есть есть перелеты, есть переезды, но физической активности очень мало. А сегодня будет возможность, когда можно будет крутить педали и вырабатывать электроэнергию и двигаться со скоростью 60 км в час. Я вчера специально посмотрел компьютер на своей машине. За 4500 км, которые я прошел после последнего ТО на машине, значит, средняя скорость моего движения это 37 км в час. Причем, что я езжу за городом, то есть, соответственно, здесь я еду 110 км в час, значит, в городе у меня движение меньше 37 км в час. Ну и когда я выезжал, вчера я посмотрел, то есть у меня средняя скорость вчера по движению у меня была 9 км в час, потому что я 2 часа на выезде торчал в пробке, вот, соответственно, вот динамика. А при этом я сжигал по 10 литров на 100 км, я один сидел в машине, вот, и максимум, что я мог делать, это либо общаться с нашими партнерами по перископу, либо делать звонки, которые сегодня можно делать. То есть вот, друзья, сегодняшняя реальность. И сегодня мы даем новый концепт, который позволит и перемещаться, и при этом самим вырабатывать энергию, на которой ехать. То есть это и совмещение физической активности, которой сегодня катастрофически не хватает. Но я по себе могу сказать, друзья, самое дорогое в нашей жизни, это время. Так вот просто катастрофически не хватает времени, чтобы заниматься и поддерживать себя в спортивной форме, то есть чтобы получать физические нагрузки. Естественно, что система Unibike, она позволит и вырабатывать эту электроэнергию, и самое главное, друзья, это экологически чистый, полезный и необходимый транспорт, который сегодня создается. Тем более, что, я говорю, цифры просто впечатляют, что энергии, которые могли выработать 45 атомных станций, 45 атомных станций типа Курской атомной станции, или на такого же проекта, как и Чернобыльская. Вот, соответственно, на сегодняшний момент мы готовим систему, где будет замена энергии. И 60 км в час это довольно-таки большая скорость. Дальше у Unibike будет возможность перемещаться 150 км в час, это уже с использованием электричества из аккумуляторов. Ну а дальше, когда он будет трансформироваться и совмещаться со скоростными системами, то есть Unibike будет гружаться в скоростной блок и двигаться со скоростью уже 500 км в час, а сегодня Unibike уже декларирует 5-е поколение технологий, то есть сейчас мы прорабатываем, делаем 4 и 4+, 4С, то есть технология, которая развивается. Так вот, на 5-м поколении технологий уже возможны такие скорости, как 1250 км в час. Это гиперскорость, это гиперскайвей, вот, поэтому сегодня Илон Маск и те, кто занимается Hyperloop, они не одиноки. То есть тоже можно четко сегодня говорить, что Skyway также может давать скорости и 500 км в час, и 600, и 1000, и 1250. Но при этом цена будет более чем в 100 раз дешевле, чем Hyperloop в 100 раз, и затраты будут тоже не на один порядок ниже по электроэнергии. Но это, друзья, следующего этапа поколения, мы об этом еще пообсуждаем и делаем. Так вот, друзья, теперь по инотрансу, мы много об этой выставке говорили, она будет 21-23 в Берлине, вот, где съедутся все компании, которые претендуют на новый концепт в сфере транспорта. Вот, и здесь у нас несколько, ну, новых таких изменений, той информации, которую вы, наверное, еще пока не слышали. Вот, мы много, помните, говорили про нашего партнера, друга и очень высокого эксперта в сфере именно и транспорта, инвестиций, это Рода Хука, который пришел благодаря нашей именно сетевой работе, то есть его наши, наши активисты, вот, из структуры Алексея Суходоева, вот, Людмила, она его вывела ко мне сначала на скайп, потом мы состыковались с Виктором Бабуриным, потом уже на Юницкого, потом он два раза прилетал, и сегодня это активнейший партнер, которого знают в сфере транспорта во всем мире, то есть мы уже говорили вам не раз, что когда в Словакии мы с Виктором Бабуриным и Алексеем Суходовым вели переговоры с крупнейшими инженерными компаниями, которые участвуют сегодня в строительстве самого высокого небоскреба в Арабских Эмиратах, Дубае, и соответственно, как только было произнесено, Виктор показал, что Родхук это наш партнер, товарищ, мы регулярно с ним работаем, он сегодня продвигает эту технологию в Австралии, то сразу же снялась куча вопросов, и очень серьезные бизнесмены говорили, что все, нам достаточно с технической точки зрения обсуждать проект, переходим к бизнесу, потому что если с вами Родхук, то этого более чем достаточно, как с точки зрения уже экспертизы, которая проведена. И так как инотранс это все-таки профессиональное будет представление юнибайков, юнибусов и новых концепций в сфере транспорта, то Анатолий Дуарович попросил Рода Хука, чтобы Родхук присутствовал, поучаствовал в презентации и принял участие в презентации технологии Skyway в Берлине. И я могу сказать, что Родхук с радостью согласился на такое участие, поэтому у нас несколько произошли изменений в самой презентации, теперь ее будет делать Родхук вместе с Виктором Бабуриным. И второй очень важный момент, что та 24 конференция Skyway, которая будет уже непосредственно именно наша, как структуру фонда, который привлекает краудинвестинг, то ее также будет принимать участие, будет работать Родхук с Виктором Бабуриным, поэтому вот те, кто будет в Берлине и на инотрансе, это будет еще и возможность вживую пообщаться, познакомиться и с одним из ведущих мировых экспертов в сфере транспорта, а ныне это нашего партнера и человека, который возглавляет Skyway Австралия, вот Родхук, то есть кто не знает, это для новичков, это бывший министр транспорта Южной Австралии, там он возглавлял департамент транспорта Южной Австралии, это человек, который возглавлял предвыборный штаб нынешнего премьер-министра, входил в правящую партию, а потом возглавлял крупнейшую инфраструктурную инженеринговую компанию, через которую было инвестировано более 13 миллиардов долларов в инфраструктуру Аделаиды, и соответственно это тот человек, который увидел перспективу Skyway и сегодня являясь нашим партнером, являясь нашим другом, он лично дружит с Антаном Дашем Яницким, и сейчас еще и это тот человек, который будет представлять технологию, и это абсолютно правильно, потому что основной упор делается и на трансе именно на технологию, на концепт, на представление первых образцов и перспектив Транснета и Skyway как ее ядра именно самой технологии. И естественно, что если ее будет представлять такой известный в сфере транспорта и инфраструктуры человека, как Roadhook, наверное, это будет правильно. Вот, это вот то, что касается, друзья, и на трансе, видите, у нас даже подготовка к нему не проходит без изменений, вот, я считаю, что изменения это очень положительные, очень правильные, вот, и мы все от этого очень серьезно выиграем, вот, потому что в сфере транспорта, а это очень консервативная отрасль, здесь очень высокие авторитеты, которые высказываются за ту или иную технологию, то естественно, что поддержка и презентация Roadhook нам всем очень здорово поможет. Ну, а когда он еще и продемонстрирует и покажет уже действующие образцы юнибайков и юнибусов, когда будет продемонстрирована путевая структура, туда будут обязательно прям прямые включения с Марьиной Горки, где в это время будет идти монтаж, то есть к сентябрю она не закончится, это мы как раз наоборот говорим, что монтаж и демонстрация уже технологий начнется в конце октября, начало ноября. И здесь, друзья, тоже у нас определенные сейчас изменения такие идут, что нас попросили, так как мы готовим первый, это закрытый показ для крупных фондов, для крупных заказчиков и для крупных бизнесменов, соответственно, плюс еще там подключается администрация, как сейчас принято говорить верхних товарищей Белоруссии, то это будет закрытое мероприятие, то есть ни в коем случае не массовое, вот то есть мы фестиваль и открытие Экотехнопарка разнесем во времени, потому что, во-первых, там будут вестись во всю еще монтажные работы, потому что, как вы понимаете, вот они сейчас начались и это не будет закончено, то есть у нас в октябре будет только старт, запуск, когда будет продемонстрировано, и начнутся именно демонстрационные показы технологий, то есть сегодня идут очень многие вещи, которые декларируемы, когда Юницкий показывает и рассказывает с точки зрения расчетов и экспериментов, какие возможности у технологий, это декларация возможностей технологий, а начиная с октября и до бесконечности, это, друзья, будет процесс постоянный, будет идти уже демонстрация возможностей технологий, то есть будут появляться все новые и новые образцы, будут появляться новые вещи, ну так как мы уже привыкли, что Samsung или Apple, он практически каждые полгода выдает новую продукцию, он выдает новые образцы и благодаря этому компания развивается, привлекает инвесторов, привлекает сторонников и что бы стоил сегодня Apple, если бы в 2007 году он показал первый iPhone и после этого не выдал бы новые образцы. Сегодня, как вы видите, мы уже видим там седьмую модификацию, уже 7S, там еще всего более 15 модификаций менее чем за 10 лет, вот что такое постоянное развитие. То же самое будет в Экотехнопарке, там будут постоянно показываться новые образцы, будут показываться новые варианты технологий, будут отрабатываться новые возможности и вот старт этому будет дан в октябре, когда покажут первые возможности путевой структуры и покажут первые уже движущиеся образцы. Вот так вот, как я сказал, мы по именно просьбе, настоятельной просьбе и людей, которые туда приедут с охраной и охраняемых политических деятелей, которые будут на этой демонстрации, мы разносим такое массовое мероприятие, где у нас сегодня уже заявок около трех тысяч человек и вот такой закрытый показ. Единственное, что мы, друзья, в обязательном порядке согласовали, сделали, что те люди, которые внесли наибольший вклад в развитие, то есть те, кто сами инвестировали серьезные суммы и привлекли, построили структуры и привлекли большое количество инвесторов, соответственно, это примерно 10, 15, 20 человек, они обязательно будут присутствовать на вот этом закрытом показе, то есть вот этом, скажем так, старте или открытие, как мы его называем, именно демонстрационной части эко-технопарка, то есть то, что потом будет дальше развиваться и развиваться. Вот, поэтому, скорее всего, никакого тендера или там промоушен мы проводить не будем, кто участвует, мы и так знаем всех лидеров и активно работающих людей и крупных инвесторов, которые пришли, поэтому они будут обязательно участвовать. Со своей стороны я могу сказать, что, естественно, что те, кто будет смотреть Перископ и подписан на наш с Алексеем канал, вот, вы все увидите в прямом эфире, потому что там, где я, там всегда работает Перископ, значит, соответственно, вы всегда будете на острие того, что будет происходить в эко-технопарке или в других, любых других мероприятиях. То есть, соответственно, я буду в Берлине, значит, обязательно в прямом эфире будет трансляция, все, что будет происходить и на трансе, и потом на конференции 24-го числа. Соответственно, когда будет открытие эко-технопарка, естественно, что там, где возможно будет снимать, то есть там, где не закрытая часть, вот, также все в прямом эфире будете видеть, смотреть, это очень серьезный, очень такой, для нас сегодня такой положительный ресурс. Вот, сейчас мы тоже делаем параллельные трансляции вебинар и Перископ, то есть это тоже, ну, посмотрим, пока во всяком случае будем этот ресурс таким образом использовать. Так вот, друзья, это то, что касается, это либо будет последняя неделя октября, либо первая неделя ноября, это в зависимости уже зависит не от нас, а когда будет согласовано участие высоких политических деятелей, потому что там будет даже не один, скорее всего, глава государства, будет порядка 40 делегаций различных городов, стран, то есть вот только я договаривался и мне дали подтверждение, что приедет официальная Татарстан на делегацию. Вот, когда Виктор Бабурин презентовал технологию министру транспорта Словакии, он сказал, что либо сам, либо своего заместителя пришлет Словакский технический университет, ну и так далее, и так далее, друзья, очень много сегодня делегаций, которые высказали желание туда приедет. Это помимо еще и крупных инвестиционных фондов, которые также будут на этом, ну и соответственно еще и руководство Беларуси, которое также там вот сейчас согласовывается в каком составе и в каком качестве будут присутствовать на этом открытии. Вот, а то, что касается нашего, друзья, фестиваля, праздника, когда у нас это встреча единомышленников, партнеров, тех, кто строит Skyway, благодаря кому сегодня за три года технология сделала невозможное и, собственно, появилась на свет именно благодаря нашим с вами усилиям, именно нашему венчурному фонду, нашему инвестпроводящей системе, вот, которая сегодня организовала эту работу, и каждый из нас принимает участие в этой работе, то у нас есть такое предложение, мы его сейчас пока в саде обсуждения, что провести этот фестиваль не когда холодно и болото там все-таки, стройка идет еще полным ходом, а провести его уже ближе к весне, ну как ближе к весне, провести его где-то в апреле или в начале мая, вот, то есть в прошлом году мы проводили его, привязывая к дню рождения Юницкого, вот, то есть 23 апреля в этом году можно привязать к майским праздникам, когда будут все по свободе, но это друзья как раз для обсуждения, вот, и действительно те, кто был у нас в апреле, помните, что это очень интересный, серьезный праздник, это большое количество людей, именно которые, энтузиастов, благодаря которым все это строится и все, кто сопричастны к такому мероприятию, обязательно там будут участвовать уже наши друзья теперь скайдайверы, то есть там они обещали строить показательные прыжки именно в эко-технопарке, там будут участвовать наши друзья-вертолетчики, которые обязательно покажут шоу, вот, поэтому, друзья, много там будет чего интересного, поэтому есть как предложение провести это все-таки конец апреля, начало мая, вот, именно как праздник весны, праздник скайуэя, вот, и, соответственно, чтобы это действительно было очень важно и очень интересно, а с точки зрения эко-технопарка запуска, потому что это все-таки, друзья, техническая часть и запуск эко-технопарка ни в коем случае не переносится, он как намечался на конец октября, начало ноября, то есть вот там будет определяться, теперь уже, я говорю, только не нами, а сроками, которые установят нам теперь наши, скажем так, партнеры с руководством Белоруссии, вот, мы этот запуск делаем, он обязательно будет транслироваться в прямом эфире, будут стоять веб-камеры, все будут видеть, как работает, что работает, обязательно будет в перископе трансляция, то есть полная, и еще, друзья, мы еще вводим такую форму, вот, уже начиная со следующей недели, когда инвесторы, которые собираются, вот у нас сейчас из Польши очень серьезная группа инвесторов, которые действительно декларируют, что готовы инвестировать очень серьезные суммы, это не одну сотню тысяч долларов, а соизместимую с миллион, это, причем это наши именно структуры, сетевые структуры, вот, они попросили, чтобы им сделали отдельную демонстрацию в экотехнопарке, и вот на следующей неделе делегация из Польши будет Виктор Бабурин принимать, показывать, и они будут встречаться в офисе с Анатолием Юницким, потом в экотехнопарке. И эту практику мы будем, друзья, вести постоянным, то есть, когда будет собираться определенная группа инвесторов, вот, которые хотят посмотреть, им надо для принятия решений сказать, то мы это будем делать постоянно, поэтому давайте обращайтесь там к Алексею Суходоеву, ко мне, мы будем это организовывать уже с Виктором Бабуриным согласовывать, и, соответственно, такие презентации будем делать постоянно, потому что очень важно для многих инвесторов, и я вам говорил, я на прошлой неделе три раза ездил в экотехнопарк, именно то с одним инвестором, то с другим инвестором, то с третьей группой инвесторов, это как раз та работа, когда люди для того, чтобы принять решение, им надо лично поговорить с Юницким, с инженерами, им надо своими глазами увидеть, что происходит, именно своими глазами посмотреть производство, и только после этого принимать решение об инвестиции в крупные суммы. Ну, пока это крупные суммы, это несколько сот тысяч долларов, вот, но это тоже уже хорошо, хотя, друзья, ведутся переговоры уже и на суммы, которые идут и исчисляются миллионами, десятками миллионов, а сейчас уже идут цифры в сотни миллионов долларов, но это, друзья, несколько дальше работа, здесь мы сколько не строим иллюзий, здесь, друзья, пока мы с вами не продемонстрируем основную технологию, пока все не увидят, что она работает, она существует, ни о каких крупных инвесторах сегодня речи быть не может. И те переговоры, которые мы сегодня ведем, ну, много уже озвучивали, это, друзья, идет больше из логики того, что финансисты, это те, кто не хочет быть первым, ну, мы здесь говорим, друзья, вам и не надо быть первым, первых нас сегодня, он уже сто тысяч человек, которые взяли на себя риск и избавили вас от, скажем так, страха потерять несколько десятков миллионов долларов для того, чтобы продемонстрировать технологию. Это, друзья, мы с вами через инвестпроводящую краудинвестинговую систему сделали. Но сейчас, друзья, начинается уже гонка за тех, а кто будет второй. А так как я, вы помните, не раз уже говорил, что такая категория людей, они никто не хочет быть первым, но никто не хочет быть вторым, они хотят все быть полтора. Соответственно, сейчас уже те финансисты и те, кто занимается крупными инвестициями и крупными, вот сейчас мы работаем с фондом, который готовит крупнейший облигационный займ. Вот, естественно, кто знает, что такое финансовая сфера, что такое облигационный займ, это сложнейшая работа, которая связана с размещением, гарантиями, страховками, залогами, получением заключений. Это, друзья, очень и очень такая сложная работа, которая сегодня делается. И в этом плане как раз сегодня работает логика, а если это правда. И мы видим уже сегодня очень многих финансистов, которые, начиная считать доходность и прибыльность, что будет происходить дальше, у них начинают нули вот так вот раздвигаться, они начинают говорить, о, это очень интересно, они инвестируют деньги сейчас в создание компании, проведение инвестиций, но, друзья, что самое интересное, не инвестируют до сих пор в технологию. И на вопрос, а почему мы все-таки не инвестируются в технологии, работает вот эта логика, не хотим быть первыми. Вот, а еще и работает логика, что мы сейчас инвестируем и за наш счет создается технология. Ну, это, друзья, нормальный как бы такой подход. И вот здесь как раз задавался вопрос про краудинвестинг, про то, как будет развиваться система. Здесь вот как раз сегодня уникальнейшая возможность, когда мы можем такого рода инвесторам или бизнесменам сказать, друзья, ваше право, можете еще подождать, ничего страшного в этом нет, мы обойдемся и без вас. Придет время, вы все равно придете в нашу систему. Вот, хотя бы, хотя бы как пользователи. Вот, поэтому, друзья, это как раз то, что, то развитие, то, что сегодня идет и то, что вот те новости, которые есть. Поэтому самое главное, что мы с вами должны понимать и здесь ни в коем случае ничего не меняется, что Эко-технопарк начинает свою работу в конце октября, начало ноября, именно когда будет демонстрация технологии, именно начало демонстрации, друзья, потому что это будет идти беспрерывно, бесконечно и каждые там 3-4 полгода мы будем видеть новые образцы, мы будем видеть новые технологичные решения, мы будем видеть новые варианты применения технологии Skyway. Вот, сегодня начиная от интеллектуального забора, вот который, кстати, через Кирилла Шамко, а Кирилл он является еще и помощником министра МЧС Белоруссии, то есть они дружат с ним, то есть вообще, ну как бы так, МЧС относится к тому, что он делает очень с пониманием, вот, и сейчас уже обсуждаются заказы по, именно на охраняемые объекты с помощью интеллектуального струнного забора, ну это, друзья, как уже примеры применения, тут задавали вопросы адресных проектов, вот это как применение адресных проектов уже идет, делается, вот, поэтому дальше работу, которую мы сейчас отстраиваем, делаем, естественно, что она будет все ориентирована на адресные проекты, мы сейчас готовим несколько адресных проектов, Ротхук будет обязательно рассказывать, потому что он сейчас активнейше запускает адресные проекты в Австралии, это и не только университет с юнибайками, там сегодня уже десятки и десятки проектов, он об этом сам будет рассказывать и на ТЭКе, и на нашей конференции 24-го числа, вот, там будет достаточное времени и возможности, поэтому кто будет на конференции, увидите живьем, кто нет, увидите трансляцию в Перископе и как раз узнаете, какие проекты уже в этом году, друзья, еще раз повторюсь, в этом году уже будут запускаться с применением технологии Skyway. Сегодня идет полная работа по проектам, связанных уже с разработкой ряда месторождений, это крупные проекты, это как раз занимаются наши финансовые партнеры, но там, друзья, работа ведется активнейшим образом и когда она даст какой-то результат, я даже не могу предполагать, я надеюсь, что еще до инотранса, до октябрьской, соответственно, демонстрации у нас будут уже практически, мы закончим ряд выпуска облигаций под адресные проекты конкретно, во всяком случае, друзья, это зависит уже не от нас, а от наших партнеров и здесь мы просто будем, все, что от нас зависит, то есть документы, обоснования, бизнес-планы, это мы все готовим, отдаем, вот, а дальше уже непосредственно работа с экспертизами, вот, это, друзья, уже будет зависеть от того, как это будет проходить. Ну вот, друзья, на этом я свою часть буду заканчивать, дальше я передаю слово Алексею Суходоеву, он, как всегда, даст свой взгляд на, могут не дождаться результатов инвестирования, то есть не успеют продать часть акций, продажа акций в далеком будущем. Да, друзья, Перископ не вещает, он слетел, потому что периодически виснет интернет, вот, а вот эти, друзья, спекуляции по поводу продажи акций, не дождаться, это, друзья, перестаньте истерить, перестаньте говорить глупости, перестаньте говорить, во-первых, никто никогда не говорил и не обещал, что вы в этом году войдете и уже в этом году будете продавать акции и это самое, то есть, мы всегда говорили, что акции отображают, спрос на акции отображают интерес к технологии и от нас, друзья, зависит только то, что этот интерес постоянно будет увеличиваться. Мы абсолютно уверены, что спрос на эти акции уже в этом году будет серьезный, вот, но гарантировать или обещать, друзья, этого как раз сейчас не будет. Ну все, друзья, на этом я заканчиваю. Традиционно, так как мы с Михаилом Кириченко, мы как раз на прошлой неделе запустили еще первую такое интервью и первую запись, связанную с футурологией, то есть я тебе буду практически, ну, раз в две недели или раз в месяц объяснять и показывать, как будет работать технология, что нас ожидает в будущем, то есть, как мы это ввели, такая рубрика практикующего футуролога, то есть тот, кто и занимается будущим, потому что мы строим будущее сегодня и в то же время рассказывает, как оно будет выглядеть, потому что многие сегодня даже не представляют, что нас ожидает в ближайшее время. Так, ну все, друзья, давайте на этом я заканчиваю. Алексей, тебе слово. Вот, интернет сегодня, комната, конечно, работает отвратительнейшим образом, вот у меня тоже, я прощаюсь с вами на этом, друзья, до вечера, до 19 часов, до нашего следующего. Сергей Анатольевич, дорогие друзья, ну, немножко тоже взгляд со своей стороны, то есть, что произошло за эту неделю, то есть, в основном здесь мы даем новости, на этой неделе раздался звонок из прошлого, так скажем, и все вы помните, что с Читой Баклуниных, с семьей Баклуниных мы развивали проект «Поехали», то есть, были возможности, на самом деле, у Челябинска быть при соответствующей поддержке, при соответствующей заинтересованности первым проектом, кто, первым городом, кто будет реализовывать проект унибайков, но время этого ушло. И раздался звонок, позвонили из Министерства дорожного хозяйства и транспорта, и возникла другая заинтересованность, и это абсолютно доказывает нашу стратегию, нашу логику юнибайка, как точка входа. О юнибайке, естественно, сейчас и речи не было, но я вспомнил о юнибайке и сказал, что, собственно, сейчас не то, что юнибайк, но первый проект вообще в мире обогнала всех Австралия. И было такое молчание в трубке, так скажем, и буквально на днях я буду встречаться с Баклуниным, вместе мы встретимся, потому что мы вместе двигались командой по этому проекту. И сегодня буду готовиться непосредственно по представлению еще другого поколения, не то, что поколения, а вида нашей технологии. И я думаю, что будет очень интересная встреча с Министерством транспорта и дорожного хозяйства. То есть это доказывает, дорогие друзья, что все делалось не просто так в прошлом. И на самом деле тоже вот когда получили мы заключение Минтранса через определенные каналы, стало ясно, что та проработка и вот Паркадий Биряков очень мощно развивает в Екатеринбурге, но фактически мы с двух сторон развиваем Екатеринбург и Свердловскую область, Челябинск-Челябинскую область. И все это может выстрелить очень хорошо в проект достаточно масштабный и глобальный. Сейчас ничего конкретного я называть не буду, то есть все покажет конкретные результаты и конкретные факты. Но могу сказать, что на определенный ряд встреч, причем из-за этой встречи нужно было отменить и другие встречи, но, как говорится, адресные проекты это действительно одна из основ нашей будущей капитализации. И первоочередная задача, то есть если есть заинтересованность, когда есть заинтересованность, то, соответственно, эту заинтересованность нужно максимально удовлетворять. Что мы и сделаем буквально на днях. И по новостям я обязательно вам сообщу. Также продолжается работа с нашими партнерами испаноговорящими, англоговорящими по адресным проектам в Пуэрто-Рико. То есть работа по адресным проектам. И, кстати, вот что очень примечательно, дорогие друзья, что буквально полгода назад, когда началась вот эта вот история с проектом «Поехали», потом Арманд также заключил соглашение с Ирландией. И в Челябинске мы по поводу проекта «Поехали» также могли заключить соглашение, начать работу, но проект не особо окупаемый, не особо институционно привлекательный. Естественно, ни у кого наглости и именно отсутствие логики не наблюдается среди активистов проекта «Скайвей», кто развивает адресные проекты. Поэтому, естественно, подобный проект мы развивать не будем. То есть было озвучено однажды, что вернемся и в Челябинской области, когда возникнет более серьезный проект, более серьезная заинтересованность. Сейчас мы не в роли презентующего и представляющего технологию, но уже по конкретному ТЗ будем прорабатывать и взаимодействовать с властями Челябинской области. По Пуэрто-Рико также работа по адресному проекту, именно по инициации адресного проекта продолжается. И вот я начал и не закончил. Полгода назад занимался в основном поощрением и консультацией, вот именно тех этапах, которые я сам прошел, с российскими проектами. То сейчас не может не радовать, что действительно уже инициируется в мировом масштабе проекты. И, дорогие друзья, это наша с вами капитализация. Это ответ на вопрос, а когда будут дивиденды, а когда пойдут первые прибыли. Да, первые фруктовые прибыли уже пошли в скайсаде, на экотехнопарке, то есть скай огурцы пошли, скай перцы и так далее. И обязательно съем и отведаю свое яблоко, которое Сергей Анатольевич оставил для меня в сентябре или в другой период. Я это обязательно сделаю. То есть это уже вот те, кто инвестировал и посадил фруктовое дерево, это такая вот символичная уже своеобразная прибыль. И я могу сказать, дорогие друзья, что вот как бы доходит до такого, что мы будем делать свое скай вино, потому что растет скай виноград. Скай виноград зашел вообще намного быстрее, чем он обычно сходит на традиционных видах почв, потому что у нас не совсем простая почва, у нас скай граунд, то есть скай почва, скай соил. И это особый вид почвы, насыщенный гумусом, очень серьезно. Подход разработан именно и к сельскому хозяйству. И, дорогие друзья, вот на самом деле ждешь и не дождешься, когда вот погружен в футурологию, понимаешь, как все будет, но когда это уже начнет появляться по всему миру. Потому что Анатолий Эдуардович Юницкий привел очень такую серьезную аналитику, и я обкатал ее на своих родственниках. Вот тоже интерес очень так показателен у людей, кто наблюдает за проектом SkyWay. Ну, как ни странно, родственники, да, как говорится, нет пророка в своем отечестве и частенько наблюдают, задают вопросы, сомневаются и так далее. И я спросил просто, что мы вот сейчас вот едим, то есть вот огурцы и так далее. Абстрагируемся от того, что, например, вот сорвали, родители благо рвут в огороде, в своем доме. Но представьте, вы купили в магазине, то есть вдумайтесь в то, сколько вообще от километров проходит фрукт, овощ перед тем, как попасть на ваш стол. Более двух тысяч километров. И что вообще попадает на наш стол? Какие полезные качества это несет? То есть мы не только задыхаемся на сегодняшний день в выхлопных газах и так далее. Но мы, дорогие друзья, с вами едим пластмассу. И как раз таки заслуга Skyway будет заключаться в том, что мы создаем целое комплексное решение. И на самом деле, да, 2400 километров, Сергей Анатольевич поправил, мы создаем комплексное решение. И более того, это комплексное освоение территории, дорогие друзья. И если, допустим, во времена Столыпина и так далее осваивалась Сибирь и не предлагалось никаких комплексных решений, и не предлагалось создание инфраструктуры. И более того, это знаете, как вот в Европе убирают за собаками, а у нас за собаками не убирают. Это все всплывает осенью. И, соответственно, я могу сравнить отношения сегодняшней именно технологии транспорта к тому, что будет в будущем. Вот такое примерно отношение. То есть никто не задумывается, что через несколько десятков лет еще на несколько миллиметров, а то и десятков миллиметров повысится уровень мирового океана, что еще более загрязненным станет наш воздух. И об этом никто не задумывается. И даже вот такие концепты трамвая будущего, автобуса будущего, которые, да, китайцы молодцы, реализовали это и быстро. И это показывает слаженную, четкую работу, технологическую выверенность. Но это вот по сравнению с Юнибусом, с Юнибайком и так далее. То есть это, знаете, такой вот диплодок. То есть почему диплодок? Потому что данный динозавр, он питался больше растением. Не больше, а вообще он не был хищником. То есть это такая вот более экологичная и энергосберегающая технология. Но посмотрите вот на массивную конструкцию. Я специально сброшу. То есть об этом, обо всем мы в курсе. И я видел этот концепт, дорогие друзья, еще два года назад. Это был концепт. Сейчас это реализовано. И мы также из концепта покажем уже реализацию, уже этой осенью. И будет обязательно прямая трансляция. В том числе мы сейчас прорабатываем, дорогие друзья, инструмент для вас, чтобы те люди, которые желают наблюдать за демонстрацией, и многие наблюдают за трюками, которые спонсируют Red Bull и так далее. То есть вот помните, с космоса прыгал в буквальном смысле человек и с парашютом прыгал. То есть очень опасное такое мероприятие. Его транслировали на весь мир и были миллионы просмотров. Так вот, за наши демонстрации тоже те люди, кто будет в курсе и кто желает увидеть в числе первых продемонстрированный новый вид транспорта, который соответственно будут использовать миллионы людей на всем земном шаре. Естественно, многие захотят это посмотреть. Сейчас мы прорабатываем вопрос, каким образом это связать с регистрациями и так далее. То есть возможно будет какой-то флешмоб. И я могу сказать, что Ice Buckley Challenge, к примеру, против болезни Альцгеймера. Вот это все было не против, а именно на исцеление человека, на лечение человека, на ускорение исследований в области создания лекарства для болезни Альцгеймера. Альцгеймеры. И они достигли успеха. Вспомните, какой был массовый флешмоб. Все обливались холодной водой и так далее. И это достигло своей точки результата. И, дорогие друзья, то, что в недавнем времени все мы поддержали, это стимит. То, что мы голосовали в фейсбуке, кто был зарегистрирован и писали комментарии. Это также увенчалось успехом, дорогие друзья. Мы прошли во второй тур. И мы победили. Как вы думаете, почему? Мы победили, потому что у нас есть наша всеобщая поддержка, наша народная поддержка. Именно потому, что проект развивается через сетевое построение корпорации. Дорогие друзья, мы и достигли этого результата. И если, допустим, были один, два средних крупных инвестора, ни о каких таких победах речи не могло идти. Анатолий Эдуардович то, что показал, проект Spaceway. На мой взгляд, сейчас мы уже зарождаем Е7 в почву развития технологического прогресса, чтобы оно взошло. И, соответственно, вот это ожерелье вокруг Земли образовалось. И это будет, да, это будет, скорее всего, консорциум и объединенные усилия многих государств, многих стран мира. Но как раз таки ступенью и очень высокоприбыльной, очень серьезно капитализируемой ступенью будет как раз таки проект Skyway, который неизбежно будет применен во всем мире, дорогие друзья. И рассказывайте, даже тот, кто не поедет на Innotrans, что технология Skyway в качестве приглашенных принимает участие на выставке Innotrans и в соответствующем разделе инструменты партнера в Skyway Capital вы можете найти замечательный лендинг и достаточно серьезные отзывы подобраны. Этот лендинг работает и играет свою роль, дорогие друзья, при формировании определенного мнения даже у топ-менеджеров, у технических директоров и так далее. То есть директорам заводов вот такой инструмент можно отправлять. И также будет огромный интерес, опять же, повторюсь, к трансляции. Хотел бы также вас оповестить и напомнить, дорогие друзья, эта информация есть, конечно, в нашем расписании. Но я могу сказать, что 6 августа пройдет телемост. Достаточно интересное событие. Рекомендую всем присоединиться. И в расписании вы можете это все увидеть. В 12 часов по Москве, если не ошибаюсь, он пройдет. И там руководители Skyway Capital, мы друг друга сменяем. То есть вахтовый такой метод, можно сказать, ведем работы. И обязательно вам расскажем те… да, в 12 часов по Москве, 6 августа с 12 по 13 часов по Москве будет телемост. Это как итоговое событие. Мы договорились с нашими партнерами, с нашими инвесторами подытоживать каждый месяц. И в чем я удивлен с высоты именно опыта развития различных сетевых структур с 2011 года, дорогие друзья, то, что мы даже в летние периоды не падаем в своих поступлениях, как это бывает в обычных интернет-проектах и сезонности продаж. Это вообще нонсенс. И, соответственно, это побуждает все большему количеству людей присоединяться, участвовать в нашем проекте. Дорогие друзья, действительно, мы стремительно набираем обороты. Уже подключились к проведению вебинаров на польском языке наши партнеры, на подходе испанский. Конечно, хотелось бы английский пораньше, но спикеры растут, спикеры вкушают информацию, естественно, на русском языке в первую очередь, на вещаниях русских вебинаров. И бесценные самые вебинары, дорогие друзья, это те, которые вещал Анатолий Эдуардович Юницкий на самых ранних стадиях развития народного финансирования проекта Skyway. Это действительно уже время никак не вернуть, потому что у Анатолия Эдуардовича есть время вещать одновременно. И, благо, Сергей Анатольевич там был. Обязательно все подписывайтесь на Перископ, смотрите, следите за практической футурологией. Я также в своем Перископе буду давать свой взгляд, потому что по Юнибайку и так далее вся эта концепция была, я считаю, вовремя применена нашими, не то что применена, а желание в качестве использования в адресных проектах. И они так и не появились в Египте и так далее. На Урале родилась. Потом на одном из совещаний, когда я еще был в Skyway Invest Group, причем с директоратом на тот момент Skyway Invest Group, мы договорились строго-настрого, не говорить об этой теме на совещании общения с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Но так сошлись события, что я решил эту тему затронуть. И это было очень вовремя, потому что у Анатолия Эдуардовича очень много в голове именно технологических решений. И пятое поколение технологий Skyway уже зреет. И, дорогие друзья, это было как раз таки то, что было придумано ранее Анатолием Эдуардовичем Юницким, но нашло свое применение и развитие. Буквально за две недели Анатолий Эдуардович все это в технических чертежах оформил. Потом еще через несколько недель мы увидели первые реализации, визуализации. Но выглядеть будет это абсолютно по-другому. Я искренне и с нетерпением ожидаю инотранса, чтобы увидеть этот юнибайк, подойти, обнять этот юнибайк. Потому что это действительно, дорогие друзья, это наша работа. И все юнибусы, которые поедут, это плод наших с вами усилий, дорогие друзья. И несмотря на то, что мы фактически все тренды в хорошем плане этого слова нарушаем, то, что сезонность снижается летом, интерес к проектам теряется, а у нас не теряется. Потому что у нас проект уникальный, международный, глобальный, масштабный. Мы строим Skyway, мы спасаем планету каждый день. И, дорогие друзья, действительно любой может стать каждым в мире Skyway, в проекте Skyway. Поэтому доказательство и история Александра Мосина. И я помню еще, когда мы прогуливались на первой конференции, когда люди непонятно зачем пришли на встречу. Еще планировался к присоединению у нас определенный специалист, так называемый. И десятки тысяч долларов он за свои услуги заплатил. Естественно, с ним никто не начал сотрудничать. Именно по формированию маркетинга, продаж, региональных представительств. Сейчас у нас все это работает, потому что те люди, которые начали изначально развиваться в проекте Skyway, сейчас это и выстраивают. То есть это в том числе члены Совета правления сейчас Skyway Capital. И Александр сказал тогда такую вещь. Он всегда стремился к развитию в Чеченской республике. И мысль материальна, и более того, мысль материальна с такой технологией, как Skyway. Конечно, все мы растем с вами, проводя множество переговоров, множество встреч в качестве донесения информации каждый день, каждый час, кто сколько проводит встреч. Но стоит помнить об одном, что проект, в котором мы участвуем, технология, которую мы развиваем, действительно уникальна. И она нужна 99% населения земли, земного шара. Даже тот, кто не знает, будет пользоваться Skyway. И, собственно, сейчас мы пользуемся смартфонами. Миллионы юнибайков будут ездить в ближайшем самом будущем. Это сформирует новое мобильное транспортное пространство. И мы будем пользоваться новыми мобильными транспортными аккаунтами, дорогие друзья. Это будет, как сегодня, в логике социальных сетей, мессенджеров и так далее. То есть уже пора выходить из виртуального пространства и перемещать не только с высокими скоростями данные, но и самим перемещаться из виртуальной реальности, соответственно, в реальность. И я думаю, что это будет предшествовать далее уже выводу промышленности в открытый космос. О чем Анатолий Эдуардович уже не просто задумывается, а уже вовсю в свободные минуты, даже я бы сказал полминуты и так далее, Анатолий Эдуардович всегда задумывается и улучшает концепцию Spaceway. Потому что с теми темпами, которые мы сейчас наблюдаем, которыми мы развиваемся, дорогие друзья, это абсолютно реально и абсолютно достижимо. Ну и по традиции свое вещание я хотел бы подытожить теми странами, которые я посетил. Вот скоро Германию посещу. Уже буду рассказывать о бизнесе Skyway Capital, о бизнесе Skyway. И я думаю, что будет очень серьезный резонанс. Возможно, с Виктором Бабуриным. Мы также будем на связи во время этой конференции. Будучий Skyway. Захран планету по-словацки. Эпидже Skyway. Мэтч Магобойгут по-венгерски. И Консхои Skyway. Софля Плянет по-французски. Ну и, естественно, традиционно строй Skyway, спасай планету. Благодарим за внимание, дорогие друзья. До скорых встреч на наших вебинарах. И если вы еще не в курсе о проекте Skyway, то, пожалуйста, посмотрите и изучите эту информацию. Потому что в будущем, в самом ближайшем будущем такой возможности, к сожалению, уже может и не быть. Но будет Spaceway. Но об этом мы будем рассказывать буквально через несколько лет. уже начнем очень серьезно рассказывать и популяризировать эту идею. Сейчас это первые такие шажки. Но то ли еще будет, дорогие друзья. Проект Skyway – это проект века. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок